Спасибо, что включил с тобой, Дэн Хай, и сегодня мы играем в MyFishingWorld, и это очередной выпуск. Сегодня мы с вами находимся на озере Дайл. Я обещал вам снять видосик про лопотоносцев, и это наконец-таки забывалось. И сегодня мы будем с вами пробовать ловить лопотоносцев. Конечно, я же не пробовал их ловить, но вместе с вами сейчас будем это экспериментировать. Конечно, я посмотрел, какая наживка для них нужна. Это овод, у нас их 8 жут, ни много, ни мало, но я надеюсь, мы понимаем хотя бы какого-то из лопотоносцев, либо обыкновенного, либо белого. И тот, и другой на эту наживку берет. Выбираем наши оводы, наверняка есть какие-то другие наживки. Смотрим по их олоту, где у нас показывают лопотоносцы. Здесь у нас не видно лопотоноса, здесь у нас что? Ага, вот они, лопотоносцы, они и там, наверное, были. Так, ну и здесь мы видим их, там, поближе, 5,2. Белого лопотоноса, обыкновенного лопотоноса, здесь ближе. Белый и обыкновенный. Здесь уже нет. Так, здесь уже 3 рыбы. Вот 5. Вот на 5, 4 рыбы. Белый лопотонос. Вот обыкновенный белый лопотонос вот здесь. Вот 4 рыбы, ребятки, на 4 метрах. 4 рыбы находятся в 3, 100 до 40 килограммах. Давайте пробовать ловить этих лопотоносов. Сейчас поплывочек выберем, да. Вот этот вот берем поплывочек. Ключик все посмотрим. Должен, наверное, подойти этот ключик. Выбрасываем. И будем ждать нашего лопотоноса. Хотя бы какого-то. А если мы поймаем и белого, и обыкновенного, то это будет прям вообще крутяк. Конечно, без прилова, мне кажется, лопотоносов не поймать. Потому что, ну, нету таких, наверное, наживок, локаций, где можно поймать лопотоносов без прилова. Ну, все, конечно, возможно. Можно, может быть, можно и поймать. Но нужно экспериментировать. А на это очень много нужно потратить времени, которого у меня сейчас нет. Так, все. У нас попался мякижа, ребятки. Тут еще и мякижа будет клевать. Это прямо вообще не ахтюр. На 4 метрах был у нас мякижа. Здесь будет мякижа. Здесь я не вижу мякижи. Лопотоносы есть. Давайте на 10.8 закинуем. Может, куда-то и ближе можно кидать. Нету мякижа. Но все же. Возможно, и другая рыба какая-то сейчас будет перебивать. Ну, посмотрим. Если будет перебивать, вернемся на 4 метра. И, может быть, хотя бы какого-то лопотоноса, да, поймаем. Елки-палки. Не подсек. Спешу, спешу. Куда спешу, сам не знаю. Красота неописуемая, ребятки. Вот была бы реально вот... Еще бы картинка такая, что птички бы летали какие-то. Не только поют птички, а еще бы летали. Может быть, поезд реально по-настоящему ехал бы. А он как бы, типа, стоит на одном месте. Ехал бы поезд по-настоящему. Был бы вообще неописуемый. Еще бы снег, может быть, какой-то красивый прям шел бы. То есть, прям круто было бы. Ну, а так, картинка очень даже интересная и красивая. И у нас, естественно, перебивает Сазан. Ребятки, давайте возвращаться на 4 метра. Все на 4 метра. И, возможно, все-таки на 4 метрах мы сможем поймать нашего хотя бы какого-то из лопотоноса. Так, здесь уже 5 рыб. Никижа, Белый Амор. И, возможно, он не перебивает, так что будем их здесь кидать. 4 или 4.1, мне кажется, без разницы. Так что, надеемся, поймаем хотя бы одного лопотоносика, ребятки. Просто увидеть его. Рыба довольно-таки трудная, но все же поймать ее наверняка как-то можно. Может быть, некоторые люди уже приспособились. Проходят задания с этими лопотоносами. И у этих без перлова это возможно, ребятки. А если кто-то знает, как поймать лопотоносом, пишите об этом в комментариях. Обязательно сниму такой видосик без перлова лопотоноса. Так что, пишите, ребятки. Лопотонос белый, ребятки, на 2 звезды. И это довольно-таки неплохо. И у нас эта рыбка растет 40 килограмм. Хищная рыба, ребятки. Может быть, это растет. То есть, это круто. 58 опыта. И 174 серебра. 18.007. И это очень круто. Здесь рыба на 44. Значит, обыкновенный лопотонос больше намного. Значит, это говорит о том, что надо того понимать тоже. Листья летят осень, но и в то же время уже как зима. Лизит снег везде, видите. А листья опадают. Так, и у нас поклевочка очередная. Есть рыбка. И что же это у нас? Давай, обыкновенный лопотонос, пожалуйста. И это у нас очередная микки-жарь, ребятки. На 4 звезда. Может быть, она может быть трофеем? Нет, она не может быть трофеем. Она сидня полная. Так, пожалуй, на 5 звезда здесь попадется. Ну, круто, но и в то же время это не трофель. Бонусных денежек не будет. Чем трофеи хороши? Потому что там бонусные денежки дают. А это очень даже круто. У нас очередная поклевочка. Подсекаем. И у нас есть очередная рыбешка. Так, ребятки. И это опять микки-жарь. Но это уже на 5 звезд. Но она нам на 5 даже звезд не нужна. Была бы она трофеем, было бы намного круче. Так. Не показывает еще давление, ветер. Было бы круто, если бы показывал бы хотя бы давление и ветер. Было бы реально... Блин, не успел. Было бы круто, если бы показывал бы, какой ветер сейчас дует. Не только температура и какое время суток сейчас. А именно вот показывало бы давление, ветер, там, не знаю, магнитные бури, не бури, не знаю. Было бы реально круто. Еще вот показывало бы не то, что солнышко светит, а день, вечер, обед. Вот так бы еще было бы круто. Еще одна очередная микки-жарь. Еще одна на 3 звезды. Ой, на 5 звезд. И она чуть-чуть поменьше чем-то. Чем предыдущая. Так. Ну, это, наверное, наш последний заброс на сегодняшнем выпуске. Если попадется сейчас лопатонос обыкновенный, это будет реально круто. А так, ребятки, пишите, как поймать лопатоноса без прилова и белого, и обыкновенного, если вы знаете, конечно же. Пишите об этом, сниму, упомяну у вас в видеоролике. Пишите, ребятки. Микки-жарь, естественно, опять-таки на 5 звезд. И это, в принципе, похоже на вот мту. Ну, на 3 грамма отличается прям вообще. Стоимость одинаковы, а так и до 3 грамма. Ну, в принципе, ребятки, на этом все. Будем заканчивать наш выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. С вами был Дэн Хайт. Также не забывайте подписываться на новую группу ВК. Ссылочка будет в описании. Всем пока-пока.